Ты достоин всех хвалы, только ты, только ты. Аллилуйя! Ты достоин всех хвалы, только ты, только ты. Ты достоин всех хвалы, только ты, только ты, только ты. Ты достоин всех хвалы, только ты, только ты, только ты. Мы поклоняемся Тебе, Господь, мы славим Тебя и превозносим Тебя, Святой, Великий и Всемогущий. Ибо Твое есть царство, Твоя есть сила, Твоя есть слава во веки. Амин! Амин! Давайте прославим Бога еще сильно, возвеличим Его. Он царь царей! Он Бог Богом! Амин! Слава Богу! Доброе утро, братья и сестры, будьте благословенны, пожалуйста, присаживайтесь. Если у вас нет места, пожалуйста, вот впереди у нас есть места, пройдите туда, не стесняйтесь, не стесняйтесь, займите там места. Слава нашему Богу, слава нашему Господу Иисусу Христу! Очень рад всех вас видеть. Самые лучшие люди на земле живут в Харькове. Мы славим Бога, мы поклоняемся, мы сажаем цветы и мы уже рисуем планы восстановления города. Это значит, что мы верующие. А если мы верующие, Библия говорит, победа победившая Путина, вера наша. Аминь! Знаете, меня все время спрашивают, пастор, мы же отдали Путина в руки Божьей, чего он до сих пор не умер? И знаете, я знаю, почему он не умер. Он должен умереть в большом расстройстве. Вот когда будет самое грандиозное поражение его армии за последних 300 лет. Вот когда оно будет, вот он в мучениях умрет, а оно будет. Мы не кровожадные люди. Но Бог выбрал Украину, чтобы избавить ее от, вообще весь мир избавить от этого монстра. И об этом мы молимся. И Россия будет, но она будет другой. Это будет другая страна. Там будет демократия, там будет свобода, в том числе и религиозная. И мы с вами, братья и сестры, стали теми людьми, той страной, тем обществом, на которое возложена величайшая миссия. Аминь! Поэтому призываю вас терпением. Только терпением. Аминь! Давайте будем терпеливыми. И не забывайте первую статью Конституции. Первая статья нашей Конституции говорит, что самое дорогое на земле – это жизнь человека. Берегите себя, берегите своих близких, молитесь за наших солдат. Один наш солдат стоит 10 тысяч русских. Поэтому молитесь и просите для них Божьей защиты и ограды. Мы верим в победу, мы верим в успех, братья и сестры. Аминь! И сегодня я бы хотел проповедовать о том, насколько важно держаться за Божьи обещания. Я бы хотел проповедовать о том, как работают Божьи обещания. Братья и сестры, Божьи обещания, они работают. Знаешь, в своей жизни ты попадаешь в разные места и в разные ситуации. И когда ты попадаешь в какую-то тяжелую ситуацию, люди очень часто листают Библию и говорят, что об этом говорит Бог. И я вам скажу, на каждую жизненную ситуацию есть ответ от Господа. Когда я заболел тяжелой болезнью, но от нее не было лечения, я приехал к своей маме, тогда она еще была жива, и у нее на холодильнике висела такая табличка. Место из Писания, прямо на холодильнике, знаете, одно место из Писания висело. Что Бог будет бороться с врагами твоими и сыновей твоих спасу. Знаете, у нас всегда должно быть что-то, за что мы держимся. И держаться можно за человеческие обещания. И знаете, сегодня мы все верим в нашу армию. Мы все верим в наших руководителей страны. Мы верим в то, что они говорят. Но знаете, почему мы можем верить в людей частично? Потому что от людей не все зависит. И возможно, человек хочет сделать правильно, но у него не всегда получается сделать правильно. Поэтому мы верим в армию, мы верим в правительство, но мы верим прежде всего в Бога. И через Бога, через Господа нашего нам дарованы великие и драгоценные обетования. Библия говорит, что в Иисусе Христе все обетования, то есть Божьи обещания. Да и аминь. И знаете, есть обетования для мирной жизни. Когда мы мирно живем, мы говорим, Господи, Ты сказал, нехорошо быть человеку одному, замуж хочу. Хорошее обетование. Да? Да. Есть обетование для мирной жизни. Когда мы говорим, Господи, Ты говорил, что Ты обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Твоей нищетой, и среди нас не было людей бедных. Аминь. Это обетование. И оно для мирной жизни. Но сегодня, когда идет война, мы находим для себя другие обетования. Мы находим те обещания, в которых мы с Вами можем быть уверены. За которые мы можем твердо держаться, чтобы вот это тяжелое время пройти. Я знаю, что те, у кого ноги стоят на камне, они это время пройдут. Аминь. Библия говорит, что надменная душа, гордая душа никогда не успокоится. Но праведные люди, они возьмут в свои руки обетование, и они будут верить. И эта вера, она обязательно победит. Аминь. Давайте мы откроем несколько мест из Священного Писания. Несколько мест из Священного Писания. 2 Петра 1.4 Которым дарованы нам великие и драгоценные обетования. Дабы через них вы сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Евреям 6.12 Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Римлянам 6.14 Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было не приложено для всех. Не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец нам всем. Аминь. Итак, Библия побуждает нам верить в Божьи обещания. Если Бог обещал, то это обязательно исполнится. Ты скажешь, ну так пусть исполняется. Но Библия говорит, что нужно, чтобы это было по вере. Что такое по вере? Знаете, Библия говорит, что для верующих людей Слово Божье становится близким в их сердце и в их устах. Если ты хочешь, чтобы обетование исполнилось, Слово Божье должно стать для тебя близким и в твоем сердце, и в твоих устах. Другими словами, ты должен Слово Божье положить внутрь себя, в свое сердце, и ты должен это Слово постоянно исповедовать, провозглашать. Пусть Слово станет близким. Если Слово не близкое, если Слово далекое, то оно не исполнится. У каждого из вас должны быть свои обетования. Ты должен иметь отношение с Духом Святым, личное отношение с Духом Святым. И Дух Святой, Он даст тебе Слово, на которое тебе нужно уповать. Как сказал Давид, Господи, вспомни то Слово, на которое ты сказал мне уповать. У тебя должно быть Слово, на которое ты уповаешь. В это тяжелое время у тебя лично должно быть Слово, на которое ты уповаешь. Напиши его себе на руке. Библия говорит, на лбу себе напиши. Так говорит Библия. На косяках дверей своих напиши. На холодильнике напиши. Напиши слова, на которые ты уповаешь. Возьми у Бога обетование. Знаете, в то время, когда Харьков каждый день расстреливает. В то время, когда летят эти грады, летят эти ракеты. Когда две тысячи домов разбомблено, у тебя должно быть что-то, за что ты держишься. У тебя должно быть что-то, на что ты уповаешь. И знаете, в Библии описана история в первой церкви. Знаете, Иисус повелел людям в первой церкви проповедовать. Он и нам повелел проповедовать. Мы тоже должны проповедовать. Поэтому кормите людей в метро, проповедуйте. Разносите подарки, проповедуйте. Где бы вы ни находились, постоянно проповедуйте Слово Божие. Библия говорит, что у таких людей всегда будут прекрасные ноги. Аминь. Прекрасные ноги, благовествующие мир и истину. Тромбофлебит вылечится. Аминь. Варикозное расширение вен. Оно исчезнет. Суставы болеть перестанут. И твои стопы будут нормальными. Аминь. Аминь. Проповедуй Слово Божие, где бы ты не появился. Аминь. И вот первая церковь. Они проповедовали Слово. Они исполнились Духа Святого. И первая проповедь. Три тысячи человек покаялась. Вторая проповедь. Пять тысяч человек покаялась. И написано, фарисеи. Это московский патриархат. Исполнились зависти. В зависти исполнились. И у них были какие-то отношения там с ФСБ. У них там всегда отношения с ФСБ. И они взяли и предали апостолов в тюрьму. Их посадили в тюрьму до утра. И когда их посадили в тюрьму, утром их вывели, привели в Сингидрион. И говорят, слушайте, что вы вот это тут учите. Что-то вы тут рассказываете. Что вы вот это плетете. Какой-то Иисус. И все остальное. Мы вам запрещаем говорить об Иисусе Христе. И знаете, они сказали, не надо, нам надо слушать больше Бога, чем человека. И они ушли. Их отпустили. И написано, они пришли к своим. Знаете, они пришли к своим. Давайте откроем и посмотрим Деяния апостолов, 4 главу. Деяния апостолов, 4 главу, 23 стих. «Были отпущены и пришли к своим. И пересказали, что говорили им перевозвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, Владыка Божия, сотворивший небо, землю, море и все, что в них. Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал духом святым. Метутся язычники, народы замышляют тщетное. Восстали цари, князья, собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе Сеом на святого сына твоего Иисуса, помазанного Ирод, Понтий и Пилат, с язычниками, с народом израильским, чтобы сделать то, к чему предопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое. Тогда, как ты простираешь руку твою на исцеление, на создание знамений, чудес, иними святого сына твоего, Иисуса Христа, и по молитве их поколебалось место, то, где они собраны, и исполнились Святого Духа, и говорили слово Божье с дерзновением. Мне хочется читать и читать и читать и читать. Знаете, после того, как их арестовали, после того, как им выдали запрет на проповедь Евангелия, они пошли к своим, в церковь. И знаете, что они сделали? Они открыли книгу псалмов. Книгу псалмов. У них, походу, была, ну, не напечатанная, а, скорее всего, написанная от руки книга псалмов. Слава Богу, у нас книга псалмов напечатанная. И есть и на русском языке, и на украинском. Если надо, то и на еврейском можно найти. У нас есть книга псалмов. Что такое книга псалмов, братья и сестры? Это книга, откуда мы можем вытягивать обетование. Первая церковь. Знаете, когда кто-то говорит, пастырь, что ты вот это вот со Старого Завета вытягиваешь? Это Старый Завет, что Бог поразит всех наших врагов. Это Старый Завет. Нам нужен Новый Завет. Знаете, кто-то говорит, слышите, Первая Церковь плотную пользовалась Старым Заветом. Она пользовалась псалмами. Псалмами. А в псалмах там есть все и на всякий случай жизни. Для того и прожил Давид, певец Сиона, как говорили, сладкий певец Сиона. Давид, человек, который сильно любил Господа. Давид, который имел отношение с Богом. Он прожил тяжелую жизнь. Давайте скажем, тяжелая жизнь. И вот каждую тяжелую жизненную ситуацию он отражал в песнях. И он получал от Бога слово. Откровение. И когда трудно стало Первой Церкви, они увидели, им запретили проповедовать. Они увидели, их там в тюрьму посадили, апостолов в первый же день. Они это увидели. Они открыли книгу псалмов, нашли там слова и говорят, Господи, Ты устами нашего Отца Давида, Ты сказал, Аминь. Ты сказал, что Ты сказал? Язычники восстали, метутся, замышляют тщетное. Восстали. Восстали. Но что с ними будет? Все их планы разрушатся. Все их замыслы разрушатся. И они начали молиться, основываясь на Божьих обетованиях. Как действуют Божьи обетования? Когда они близки к тебе. Когда ты молишься согласно них. Написано, что после этого поколебалось то место, на котором они находились. Все исполнились Духа Святого. Братья и сестры, если бы это слово, оно было не от Бога, то место бы не поколебалось. Никто бы Духа Святого не исполнился. Псалмы. Это та книга, откуда мы черпаем обетования. Аминь. И Библия говорит, в нем, в Иисусе Христе, все Божьи обетования, да и аминь, во славу Бога Отца. Все обетования для славы Бога Отца. И знаете, когда они так помолились, там была ситуация, там умерли, Анания, Сафира, мы на этом не будем останавливаться. И они опять проповедовали. И покаялись опять люди. И написано, опять пришли их и арестовали. Но что-то произошло в ту ночь. Написано, ангел Божий, ангел Божий пришел в темницу и вывел их. Вывел. Народ Божий, Бог нас выведет. Ангелы Божьи уже на земле. Я говорю, ангелы Божьи уже на земле. Ангелы Божьи уже в Харькове. Ангелы Божьи уже на наших позициях. Ангелы Божьи в окопах, рядом с нашими солдатами. Ангелы Божьи на блокпостах. Ангелы Божьи ездят в СБУшных машинах. Ангелы Божьи, они находятся рядом с нашими ракетчиками, артиллеристами, десантниками, разведчиками. Ангелы Божьи уже здесь. Церковь молится на основании Слова Божьего. Поэтому ангелы Божьи уже здесь. И что делали ангелы Божьи? Они просто их вывели. И знаете, они не домой пошли. И они их вывели, ангелы Божьи, и они опять пошли на служение. И они опять пришли в храм, и опять проповедовали, и опять говорили Слово Божье с дерзновением. Слушай, как работает Божье обетование? О чем просили, то и получили. Просили, чтобы проповедовать. В тюрьме переспали, опять проснулись, утром пошли, опять проповедовали. И Бог совершает свою работу, братья и сестры, когда мы опираемся на Его Слово. Аминь. Когда мы опираемся на Его великие и драгоценные обетования. И знаете, они стояли и проповедовали. И пришло утро, эти фарисеи, они выспались, наелись. И говорят, ладно, тащите сюда этих апостолов, судить их будем. И пошли служители в тюрьму, открыли двери, стражи стоят, а там никого нету. Они говорят, где люди, которых мы вчера арестовали? Они же не знали, что эти люди молились с обетованием. С обетованием. Вот так действуют Божьи обетования. Они пришли, никого нет. Они были шокированы. Они пришли, доложили своим начальникам, говорят, их нету там. Мы их посадили, но их там нету. А стража есть? Стража есть. Двери закрыты, а их там нет. Бог их спас. Бог их защитил. А где они? И кто-то говорит, слушайте, так они в наш храм пошли. И они в нашем храме проповедуют. Вообще обалдели. Мы думали, что мы их закрыли, а они в нашем... И написано, привели их. Привели их. И сказали, мы же вам запретили. Они говорят, так как же толку, что вы запретили. Мы Бога слушаемся. А если мы слушаемся Бога, то мы должны поступать так, как хочет Бог. Аминь. И написано, что их побили. Ну как побили? Знаете, побили так, что они уходили и радовались. Радовались, что их просто побили за проповедь Евангелия Иисуса Христа. Бог отвечает на молитвы с обетованием. Давайте мы откроем еще одно место из Писания и посмотрим с вами 26-й Псалом. 26-й Псалом. Это хорошее место из Писания. Это то место из Писания, которое может стать для нас с вами, дорогие братья и сестры, сильным и мощным обетованием. Пусть оно станет близким в сердце нашем. Пусть оно станет близким в устах наших. Господь, свет мой и спасение мое. Братья и сестры, Господь, свет мой. Знаете, написано, что все, кто обращали к Нему свой взор, их глаза просвещали. Знаете, ясность приходит, когда ты с Богом. Ясность приходит, когда ты в помазании. Ясность приходит в Духе Святом. Когда новости читаешь, еще не уверен, победим, не победим, победим, не победим. Даже когда Арестовича слушаешь, и то не уверен. А вот когда к Богу обращаешься, четко знаешь, мы победим. Почему? Господь, свет мой. Господь, свет мой. Аминь. И спасение мое. Кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей. Кого мне страшиться, если будут наступать на меня злодеи, противники, враги, чтобы пожрать плоть мою? Они все приткнутся, и все падут. Я говорю, они все приткнутся, и они все упадут. Они все приткнутся. В Барвинково приткнутся, в Рубежном приткнутся, в Лисичанске приткнутся, в Авдеевке приткнутся, в Марьинке приткнутся, в Гуляйполе приткнутся, и все они падут во имя Иисуса Христа. Они приткнутся и падут. Библия говорит, что если будут, они все приткнутся. Они приткнутся, когда они будут наступать на Харьков. Они приткнутся, и все падут. Здесь падут, здесь падут, здесь падут, здесь падут, Здесь они падут, приткнутся и падут. Почему у нас обещания от Бога есть? Если есть от Бога обещания, нам есть на что надеяться. Слушайте, если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Мы надеемся. Знаете, что такое надежда? Надежда – это то, что я вижу. Надежда – это то, что я вижу. Я вижу, что они приткнутся, и я вижу, что они все упадут. Ну, опросил я у Господа только одного, только одного ищу, чтобы мне пребывать в Доме Господнем во все дни жизни. Во все дни жизни. Божие, мы хотим служить Тебе. Мы хотим славить Тебя. Знаете, когда ты стоишь и поклоняешься Господу, когда приходит это потрясающее присутствие Божье, то хоть на небо, хоть на небо. Думаешь, да если бы сейчас на небо пойти вот так, в таком состоянии, то в принципе даже и не печально бы было. Даже было бы как-то и нормально. Вот если бы сейчас, да нормально, сейчас бы и на небо пошел бы. Вот братья, сестры кругом, главное не сам. Вот, все рядом здесь. Вот так раз и пошли на небо. Да? Слава Богу. Слава Богу. Если мы только в этой жизни на Христа надеемся, мы несчастные люди. Наш Христос, это наше спасение и на земле, и на небе. Мы знаем, что если мы умрем, то мы будем с Ним на небе. С Ним на небе. Амин. Амин. И Библия говорит, одного просил у Господа. Одного. Одного. Знаете, Давид, он часто на войну ходил. Возможно, мою проповедь кто-то смотрит из окопов. Мне пишут многие, что они смотрят, слушают. У них всегда получается, нету связи, нету интернета. Возможно, они слушают. То самое простое, о чем ты можешь молиться, ты можешь сказать, Господи, одного прошу Тебя, чтобы в Доме Божьем меня прибрать. В Доме Божьем. Чтобы созерцать Твою красоту. Давид, он прошел войны. Он был солдатом, он был воином. Он воевал много. Он много боролся. Но все его мысли были не в том, чтобы на войне остаться вечно, а в том, чтобы оказаться в Доме Божьем. Чтобы видеть славу Божью. Мы увидим славу Божью. Этот стадион еще наполнится верующими людьми. Еще будут скакивать люди с инвалидных колясок и слепые глаза прозревать. Мы будем видеть славу Божью в Доме Божьем. Мы построим еще сотни храмов и поднимем тысячи служителей. Мы увидим, как сила Божья движется по нашей стране. Мы увидим новые церкви, спасенные города. Мы увидим исцеленных людей, измененные судьбы. Мы увидим славу Божью. Одного просил я у Господа. И одного только прошу, чтобы прибивать мне в Доме Божьем. И во все дни жизни созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его. Он укрыл бы меня в скине своей в день бедствия. Скрыл бы в потаенном месте селение своего. Вознес бы меня на скалу. И моя голова вознеслась над врагами окружающие меня. И я бы принес в Его скине жертвы славословия. Стал бы петь и воспевать перед Господом. Аллилуйя! Аллилуйя! Братья и сестры, ищите обетование в псалмах. Становитесь на них. Держитесь за них. Веруйте в них. Пусть каждый день наша молитва, она будет на фундаменте. Она будет на базе. На конкретном слове. Как сказал Давид. Вот слово, на которое ты повелел мне уповать. Вот оно, это слово. За него я держусь. За него я ухватился. Оно моя основа. Оно мой фундамент. Где бы я ни находился, где бы я ни находился, на слово Твое уповаю. Не поколеблюсь. Господь, слава Тебе. Аллилуйя! Поклоняемся Тебе. О, Дух Святой, величаем Тебя. Господь, Ты устами нашего Отца Давида сказал, Господь, свет мой, спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться, если будут наступать злодеи, противники, чтобы пожрать плоть мою? Они все приткнутся, и они все падут. Мы верим, Господь, Твоему Слову, мы верим Твоим обетованием. Хвалите Его and Bauma, и во милость, Господня вовремя, Хвалите Его, Ибо Он, Ибо Милость Господня, Поверь. Хвалите Его, Ибо Он, Ибо Милость Господня, Поверь. Хвалите Его, Ибо Мило, Ибо Милость Господня, Поверь. Ибо Милость Господня, Поверь. Хвалите Его, Ибо Милость Господня, Поверь. 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 Хвалите Его, Ибо Мило, Ибо Милость Господня, Поверь. Хвалите Его, Ибо Милость Господня, Поверь. Хвалите Его, Ибо Мило, Ибо Милость Господня, Поверь. Хвалите Его, Ибо Милость Господня, Поверь. Хвалите Его, Ибо Милость Господня. Ибо Милость Господня, Поверь. Уповающих на Него. Кто Бог, кроме Господа? И кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает наши войска силой И устрояет им верный путь, Делает ноги их, как у оленя, И на высоту поставляет их, Научает руки их брани, И мышцы их сокрушают медный лук. Ты дал им щит спасения, Тесница твоя поддерживает их, И милость возвеличивает их, И расширяет шаг их под ними, И не колеблются ноги их, Они преследуют врагов, Настигают их, и не возвращаются, Такой ли не истребят их, Они поражают их, и они не могут встать, Падают под ноги, ты припоясывал их силой для войны, И не сложил под ноги их восставших их, И обратил к войскам наших, Тыл врагов наших, И мы истребляем всех ненавидящих, Они вопьют Господу, Но нет для них спасающего, Он не внемлетым, Мы растеваем их, как брат, Перед лицом ветра, Как уличную грязь, Во имя Иисуса Христа, Ибо милость, Ибо милость Господа поверь, Аллилуйя, Хвалите Его, Ибо милость Господа поверь, 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 Аллилуйя, Дух Святой, Подними свою правую руку, Дух Святой, Я верю сейчас в исцеляющую стилу, В исцеляющее помазание на этом месте, И я прошу, Дух Святой, Наполни каждую правую руку Своей исцеляющей силой, Своим исцеляющим помазанием, Если в твоем деле есть какая-то болезнь, Положи правую руку на это место, Положи, Дух Святой, Я верю в твою исцеляющую силу, Исцеляющее помазание сейчас на этом месте, Прикоснись к каждому человеку, Исцели, Дух Святой, Соверши свое чудо, Я говорю, всякой немощи, болезни, Он во имя Иисуса, Героцитон, В лесу, О-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Унесен! Унесен! И победность Господня вовремя! Унесен! И победность Господня вовремя! Унесен! И победность Господня вовремя! Давайте склоним свои головы. И прежде чем мы будем принимать вечерю. Давайте склоним свои головы. Если ты еще не покаялся, не принял Иисуса Христа, или может быть ты был с Богом, но по какой-то причине согрешил, упал, отступил от Господа. Я очень хочу за тебя помолиться. Я хочу помолиться с верой, чтобы с этого дня ты был прощен, оправдан, спасен, и чтобы вся твоя жизнь была в руках всемогущего Бога. Если ты такой человек, ты никогда не принимал Иисуса, никогда не каялся, или делал это когда-то, но по какой-то причине отступил. Я хочу за тебя помолиться. Если ты такой человек, ты не принимал Иисуса или отступил от Иисуса, подними правую руку, я помолюсь за тебя. Подними правую руку. Пожалуйста, все люди, кто поднял правую руку, оставьте свои места, идите сюда вперед, быстренько, проходите, проходите, проходите. Шановные мои, брати и сестры, я приветствую вас с этим важным днем для вас. Это действительно очень важный день. День, когда мы принимаем нашего Господа Иисуса Христа своим спасителем и своим Богом. И мне очень хотелось, чтобы в этот день мы закончили молитву родной украинской мовы. Давайте схвилимо свои головы и в голос, голосно скажемо, Иисус Христос, я приходу до тебя и очень прошу тебя, пробачь все мои правы. Иисус Христос, я принимаю тебя и я верю, что с этого дня ты выйдешь в мое сердце и ты станешь моим Господом, моим спасителем. И я буду жить с тобой в твоих руках и никто меня не заберет из твоих рук. Иисус Христос, я дякую тебе, что сегодня ты пробачил все мои правы, ты спас меня, принял меня и я тебе дякую, что с этого дня я твоя дитина. Аминь. Церква, поднимите свои руки и молитесь, молитесь за этих людей. Я прошу всех пастыров, лидеров, покладите свои руки и молитесь за каждого, молитесь за каждого. Двух святых, мы просим тебя благослови. 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 Продолжение следует...